Всем привет и добро пожаловать в Dead by Daylight На самом деле никакого мяса не будет, никаких погонь, никаких преследований, повешений Все очень просто, как обычно в Хроме Тайн произошло обновление И на этой неделе доступны следующие навыки для выживших Это навык Адреналин, обучающий навык Мектомос И Скрытый Союз, обучающий навык Шерил Мэйсон Для манов же у нас есть следующие навыки Стойкий, обучающий навык Деревенщина И Порча Благодарения Крови, обучающий навык Мор Что же вообще они из себя представляют И насколько вообще эти навыки полезны, интересны И стоит ли вообще их приобретать Во-первых, Мэг это базовый персонаж И Деревенщина Белий, это тоже базовый персонаж Соответственно их можно прокачать и получить эти навыки бесплатно Не тратя никаких радужных осколков Что же касается Шерил Мэйсон Насколько я помню, ее можно купить только за золотые клетки То есть ее нельзя купить за радужные осколки Поэтому в любом случае, если вы не планируете Если у вас ее нет и вы не планируете ее покупать То данный навык, если вам каким-то образом он интересен Стоит, наверное, приобрести Мор Что же касается Мора, то Мор приобретается за радужные осколки Соответственно Мора можно открыть и прокачать Во-первых, сам по себе ман неплох Во-вторых, у меня пока его, честно сказать, нету Потому что, опять же, все сводится к тому, что я за манов практически не играю То есть он сам по себе неплох И, соответственно, прокачав его, вы получите все навыки Что лучше, чем покупать навыки отдельно Но если вы не планируете покупать отдельный персонаж То можно купить навык и использовать его на других манах За которых вы любите играть Начнем по порядку Адреналин Обучающий навык Мектомос Когда вы на грани побега Вас подпитывает внезапный прилив энергии Мгновенно исцеляет одно состояние здоровья Смертельно раненого в раненого Или из раненого в здорово Увеличивает скорость бега до 150% От вашей обычной скорости в течение 5 секунд Сразу после того, как на ворота подано питание Данный навык не подействует на вас Если вы не сможете двигаться в момент активации Но сработает, как только вы освободитесь Адреналин разбудит вас при активации Если вы спите, адреналин игнорирует усталость Вызывает усталость на 60 секунд Вы не можете снять усталость во время бега На самом деле, из всего сказанного, что это значит Адреналин, грубо говоря Последний ген заводится Так, сразу после того, как на ворота подано питание То есть, как только заводится последний ген По-моему, сразу, как только заводится последний ген Вы прям сразу исцеляетесь из смертельно раненого В раненого, либо из раненого в здорового То есть, грубо говоря, если за вами было преследование какое-то Вы там хромали, бегали И вдруг подали питание на ворота Завели последний ген Вы тут же выпрямились и побежали ровненько Либо, если вы ползали, ман вас оставил Вы там где-то ползали, уползли куда-то в сторону Но не можете самостоятельно подняться А, например, последний или там не последний сурф Где-то еще бегает Может быть, за ним гоняются Может быть, он открывает ворота и хочет убежать И не хочет вам помогать А может быть, они все не хотят вам помогать и убегают То, грубо говоря, в принципе Если вы где-то ползали и они, собственно, завели ген Вы тут же поднимаетесь И в полуприседе потихонечку начинаете либо самохелиться Либо, если где-то есть аптечка Пытаетесь, собственно, забрать аптечку, похелиться Либо же как-то крадетесь, аккуратненько добегаете До места укрытия незаметненько Ближе к воротам, либо к люку И пытаетесь убежать, когда все вас покинули И тоже убегают Так что, в принципе, адреналин на самом деле Очень-очень прикольная штука Опять же, иногда бывает так, что вы там Куда-то убежали-убежали Заныкались немножечко Ман вас заметил Или, например, у него есть навык Там стридер или что-то еще И он вас, грубо говоря, услышал издалека Где-то И начинает, направился к вам Тут же заводится последний ген И вы просто как ни в чем не бывало Быстренько побежали И это, ну, иногда очень-очень сильно помогает Плюс в любом случае Даже если вы живы-здоровы Все хорошо То вы получаете прирост к скорости А это очень-очень вообще помогает Но, опять же-таки, прирост к скорости Вы получаете в любом случае Если вы поднялись там И в полуприседе, там раненый Все равно вы получаете прирост к скорости И в любом случае вы можете рвануть от мана Опять же-таки, если ман вас ударил, например И произошла такая ситуация, что Ман вас ударил И завели последний ген Вы тут же вскочили И у вас прирост к скорости И ман вас, грубо говоря, не сможет Хитануть Потому что он просто промахнется А вы в это время как раз рванули И побежали Может быть, вам повезет И вы сможете убежать В принципе, таких ситуаций было Огромное количество У разных игроков У прони, у кого угодно Поэтому, в принципе, адреналин Сам по себе Очень интересный, полезный навык Но все зависит от того, как вы играете И, в принципе, других навыков Которые вы используете Привыкли использовать Поэтому, в принципе Опять же-таки На любителя Кто-то им пользуется Кто-то без него Играть не может Как, например, без самохила А кто-то абсолютно спокойно Обходится без самохила Например, с железной волей Бегает полусогнутый Но не кричит Хотя оставляет следы Кроме что Тоже не очень прикольно Так что Опять же-таки Все на любителя Но навык полезный Интересный Прокачивайте мэг Получайте навык Шерил Мэйсон Вы привыкли к следующим К преследующим Вас темным силам И научились обращать на это Себе на пользу Скрытый союз активируется Когда вы чините генераторы Суммарно в течение 80 секунд Довольно-таки долго То есть Это надо починить Полтора генератора Во время действия навыка Нажмите кнопку Активной способности Во время починки генератора Чтобы призвать сущность Заблокировать его На 30 секунд После этого Навык отключается Аура заблокированных генераторов Подсвечивается белым Для всех выживших Честно сказать Я не очень понимаю Смысл этого навыка То есть Что значит Призвать сущность Заблокировать его На 30 секунд На 30 секунд Он блокируется Его ман не слышит На 30 секунд Он блокируется Ман его сломать не может Или что Что вообще происходит Честно сказать Из этого описания Я не понимаю У меня до Шерил Мэйсон нету Навыка этого нету Соответственно Я не знаю Как он работает Ничего по нему не скажу Но Судя по описанию Он какой-то такой Так себе навык Ну Может быть я ошибаюсь Честно сказать Я не видел Ну Видел Несколько раз У разных суров Этот навык Но я Честно сказать Не очень понимаю Что он дает Поэтому Переходим дальше К сожалению Да Ничего не скажу По нему Переходим дальше И начнем Со стойкого Базовый персонаж Билли Деревенщина Вы Не чувствуете боль Длительность оглушения Досками Снижена на 40% На 40% Я не знаю Это уже максимально Или когда прокачаете Сам навык Будет еще больше Процентов Собственно Многие пользуют Этот навык Многие Кто агрессивно Играет за Бубу Не кемпят А именно Хорошо агрессивно Играют На Бубе пользуют Этот навык На Билли Пользуют Этот навык На Легионе Иногда пользуют Этот навык В принципе На разных мэнах Как бы На Трайпере пользуют Да На разных мэнах На самом деле Пользуют этот навык Потому что Если вы агрессивно Играете Бегаете Преследуете Гоняетесь И собственно Хитите Кладете сорвов То В данном случае Навык довольно таки Интересный И полезный На Видел Много раз Видел На пирамиде Что данный навык Используют На самом деле Ничего Больше сказать Про него нельзя То есть Довольно таки Интересный Хороший навык Потому что Когда На вас Скидывают Палетку Вы собственно Оправляетесь Практически В два раза Быстрее И продолжаете Преследовать Сурва Как ни в чем Не бывало То есть Он от вас Не успевает Далеко куда-то Убежать И сократить Дистанцию Поэтому В принципе Если Ваш стиль игры Такой Вы Хейтите Преследуете До последнего То В принципе Как вариант Данный навык Довольно таки Довольно таки Неплох Что же касается Порча Благоволения Крови Здесь Немножечко Все Поинтереснее Эта порча Вызывает Благосклонные Отношения Сущности При пролитии Крови После удачной Базовой атаки По выжившему Сущность Удерживает На месте Доски В радиусе 16 метров От вас В течении 15 секунд Эти доски Нельзя прокинуть Время Перезарядки Порчи Благоволения Крови 60 секунд В принципе Довольно таки Интересный Навык Потому что Когда вы Гоняетесь За кем-то И Человек Начинает Крутить Вас Вокруг Каких-нибудь Бочек Тележек Палеток А тут Вы наносите Догоняете Наносите Ему удар И вуаля То есть Он бегал 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 Получил удар Побежал дальше Думал Что сейчас Там Скинет На вас Доски Но Ему Не повезло Единственный Вариант Что если Например Все доски Уже Поскидывали В самом начале Матча Или кто-то Просто Отдал Все доски Вообще На ура При простом Преследовании То Конечно же Этот навык Будет Бесполезен Либо Будет Бесполезен На какой-нибудь Открытой Карте Где Не очень Много Досок Где Все В принципе Бегают По окнам По коробкам И так далее То есть В принципе Такой навык Будет Не очень Сильно Полезен А где-нибудь На гидуоне Я не знаю Или на каких-нибудь Других картах Где досок Побольше Ну в принципе Довольно таки Будет интересно То есть Будут Будут Вообще Попадаться Такие ситуации Когда Суров Не сможет Скинуть Доску И Как-то Просто Растеряется Потому что Он Не будет Этого Ожидать Точно По крайней мере В первый раз Точно Этого Не будет Ожидать И Просто Растеряется И сразу же Либо Как бы Сляжет Либо Ну найдет Какой-то Другой Вариант Если у него Будет орех Или что-то Еще Он Может быть Куда-то Там Рванет И Все-таки Найдется И побежит Дальше Вот Но Скорее всего 50 на 50 Да В 50% Случа Суров Растеряется Расслабится И Вы его Положите Либо Ну Да Положите Потому что Хит вы уже Нанесли Вот такие вот Навыки В хроме Тайна На этой Неделе Из всего Что здесь Представлено В принципе Один единственный Навык Порча Благоловили Некрови Можно Прикупить Потому что В противном Случае Надо Прикупать Мора Блайт То есть Нужно Покупать Персонажа Тратить 9000 Зараженных Осколков И Прокачивать Полностью Персонажа По крайней мере По одному Кругу Для того Чтобы Открыть Все Ну С 35 35 плюс Уровень Да То есть Появляется Данный Навык Два других Навыка Там Ну Видимо 30 30 плюс И 40 40 40 плюс Появляются Все Три Навыка Вы Открываете Соответственно Либо Покупаете Персонажей Прокачиваете Получаете Навык Либо Покупаете Данный Навык В принципе Интересный Видел Много Разных Манов Много Разных Игроков Его Использовали На разных Манах И иногда Это прям Очень Им помогало Не всегда Но иногда Прям Очень Очень Хорошо Им помогало Спасало Ситуацию Все Остальные Навыки Ну Шерил Мэйсон Очень Спорный Навык Надо Понять Что Сущность Блокирует В каком В каком Контексте Она блокирует Генератор Что вообще Произойдет С этим Генератором То есть Если Также Может Да нету Никакого Дополнительного Описания Пояснения Поэтому Ну Для меня Не понятно Напишите Пожалуйста Кто знает Что Произойдет Если Вы Активируете Данный Навык Что Произойдет Потому Что Шерил Мэйсон Она Покупается За Золотые Клетки И Честно Сказать Пока Я ее Покупать Точно Не Планировал Пока Я Работать Раджуных Осколков И Выкупить Всех Остальных Персонажей По Очереди Но До Шерил Пока Точно Руки Не Доходят Поэтому Я бы Этот Навык Наверное Купил Если Ну Только Для Того Чтобы Выполнить Какие Архивные Задания Но Честно Сказать Не Хочу Им Пользоваться Может Быть Даже Покупать Его Не Буду Чтобы Не Трать Радужные Осколки И Подкопить Их Чтобы Прикупить Другого Персонажа Адреналин И Стойкий Прокачивайте Персонажи Билли И Мэк Мэк Я думаю Вообще У всех Прокачан Просто Автоматически Поэтому Даже Не буду Ничего Говорить Про Мэк Абили Прокачивайте Не все Забили Играют Не Самый Легкий Персонаж Так Что Просто Даже Если Не Играйте За Него Прокачивайте Данный Навык И И И Используйте На Других Манах Очень Очень Хорошо Как я Уже Сказал И На Бубии И На Легионе В принципе Так Что Абсолютно Спокойно Прокачивайте Получайте Данный Навык Используйте Открывайте Используйте На Других Персонажах Но Покупать Смысл Нет Что Мэк Что Деревенщина Билли Данные Навыки Покупать Смысл Нет Просматривайте Только К приобретению Вот Эти Два Навыка Скрытый Союз И Порча Благоволения Крови А на Этом Пожалуй Все Всем Спасибо За Просмотр И Всем Пока Увидимся В Тумане